Здравствуйте! В эфире программа «Открытый диалог». И сегодня мы поговорим о том, как получить выписку из ИГРН, что такое кадастровый план, для чего он нужен и как его получить. У нас в гостях в студии Евгений Алексеевич Матонин. Начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав управления Росреестра по Московской области. Здравствуйте! Добрый день! Евгений Алексеевич, расскажите нам, пожалуйста, как же все-таки можно получить выписку из ИГРН? Вообще, что это такое? Для чего она нужна? Как ее можно получить в электронном виде? Либо нужно приходить в какие-то территориальные отделения Росреестра, либо через МФЦ? В настоящее время выписку из единого реестра прав на недвижимое имущество можно получить в электронном виде, можно ее получить на бумажном носителе, обратившись непосредственно в управление, в территориальные отделы управления Росреестра. Также это можно получить посредством обращения в многофункциональные центры, то есть в МФЦ. Выписку из единобумажного носителя, они скрепляются печатью, если вы получаете их непосредственно в управлении, то есть это оттиск гербового управления Росреестра, если это МФЦ, то оттиск гербового МФЦ. Если вы получаете в электронном виде документы, вы можете посредством двух систем получить их, либо непосредственно на сайте Росреестра, отправив по соответствующей ссылке, перейдя, отправив форму, либо через личный кабинет федеральной государственной информационной системы ИГРН. А как долго выписка готовится, если в электронном виде мы отправляем? Выписка готовится не позднее следующего рабочего дня, в электронном виде и в течение трех рабочих дней, если на бумажном носителе. То есть это не важно, либо в территориальном отделении Росреестра, либо через МФЦ? Абсолютно не важно. Они все у нас по итогу оцифровываются, передаются в единую базу, где они все обрабатываются, формируются и предоставляются. Скажите, получая ее в электронном виде, там же печать не синего цвета, в основном же требуется документ, когда оригинальная синяя печать стоит. Действительно ли это выписка? Примут ли ее? Она, безусловно, действительно. Сейчас, помимо того, что сами выписки в электронном виде, все дело производства потихонечку в стране переходит в электронный документ и оборот. Есть распоряжение правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 года, 2236-Р. Там в том числе указано о переходе на электронный документ и оборот. Это удобно, это долговечно, это снижение архива хранилищ, это меньше затрат на бумагу и так далее. А я, когда отправляю запрос, я же там тоже должна, наверное, какую-то подпись поставить. Она должна быть цифровая в электронное или нет? Если у вас есть в системе в ГИС ЕГРН личный кабинет, у вас там должна быть обязательно электронная цифровая подпись. А если ее нету, не примут? Если ее нету, вы можете заказать обычную выписку через сайт Росреестра. На сайте Росреестра вы также можете подать заявление на регистрацию, право на переход, на постановку на кадастровый учет. Все услуги, которые осуществляет управление Росреестра по Московской области, фактически на местах, территориальных отделах, в стенах МФЦ. Вы также можете себе подать все это портально. А, например, мне нужно зарегистрировать объект недвижимости, будь то квартира, садовый участок или еще что-то, который находится в другом субъекте федерации, скажем, в Тверской или Владимирской области. Я могу удаленно это сделать? Удаленно его зарегистрировать? Конечно, можно сделать. Мы также обрабатываем и заявки, которые подданы из других субъектов РФ. Это называется экстерриториальный принцип. Это действительно работает. Заявки, что в Московской области обрабатываются, они обрабатываются не только те, что были поданы на границах, на территории Московской области, они имеют такие же требования, как и везде, потому что закон един, форма и содержание требований, она однообразна, едина ко всем документам. И они также обрабатываются, после чего те же самые выписки при осуществлении постановки регистрации права заявителями также получаются по месту их сдачи. А я должна куда буду обратиться? Вот, например, в Люберецкий, какой-то территориальный орган Росреестра, либо в Центральный офис, чтобы поставить на учет недвижимость, которая находится в другом субъекте Федерации? Если это касается исключительно участков, каких-то бытовых хозяйственных нужд, как квартиры, дома, в любой МФЦ, в любом территориальном отделе можно подать. Недавно мы столкнулись с тем, что МФЦ Москвы и Московской области, у них, к сожалению, данных друг с другом нет или друг друга нет. Пока их нет, именно этот экстер пока не настроен до конца, в силу того, что Москва и Московская область, они самые лидирующие по количеству рекодействий в год. То есть на первом месте Московская область, там свыше полутора миллионов рекодействий в год, это очень много. На втором месте Краснодарский край, их почти миллион. И если мы дадим весь ток на Москву, либо на Московскую область из Москвы, то те МФЦ, которые находятся вблизи дома, они просто захлебнутся, будут днями и ночами сидеть. Пока потоки распределяются так, но в настоящее время ведутся работы по расширению этих каналов связи, которые необходимы, и в ближайшее время можно будет, безусловно, подавать. То есть, например, из Москвы я не могу зарегистрировать где-то по Московской области, то есть непосредственно будет нужно поехать туда. А если, например, из Москвы мне нужно зарегистрировать в Тверь, в Владимир, не знаю, в Тюмени, то это может быть туда. Мы сейчас говорим с вами только про МФЦ. Если вы приезжаете в управление Росреестром, экстратериальный принцип работает. А, то есть через Росреестр? Через Росреестр, да. Москва, Московская область, то есть не имеет значения. Да, работы, выписки можно запрашивать на объекты, и все что угодно. Я зашла на сайт Росреестр, во вкладку «Физические лица», и посмотрела те услуги, которые предоставляет Росреестр. В частности, одна из них – это выписка ЕГРМ о кадастровой стоимости. Она выдается абсолютно бесплатно любому заявителю, на любой объект. Она нужна для предъявления ее в налоговую службу. Раньше по материалам БТИ была указана инвентаризационная стоимость. Она складывалась из фактической себестоимости объекта. Если стоит у вас бревенчатый дом, то его себестоимость, материалы затрат, указанная в таблице, был специальный методический справочник. Сейчас кадастровая стоимость приравнена к рыночной. Она носит массовый характер при оценке, для того, чтобы можно было реализовать, ну, примерно рыночную стоимость определить при реализации этого объекта на рынке. С учетом, что объект будет использоваться по такому же назначению. Еще одна услуга, которая оказывается физическим лицам, Росреестром, указанная на САНТе, это можно получить выписку из ИГРН о правах отдельного лица на бывшее или имеющиеся объекты недвижимости. Я правильно понимаю, что, в принципе, можно получить информацию, соответственно, вообще о любом человеке? 62-й статье федерального закона государственной регистрации недвижимости представлены формы, порядок, содержание всех сведений, которые могут быть предоставлены Росреестром для физически-юридических лиц, службы, ведомствам и так далее. Ту справка, о которой вы говорите, что в отношении лица, которому принадлежало, либо который участвовал в сделке, обычный человек не может ее запросить. Если он ее запросит, то ему будет предоставить уведомление об отказе запрашивания сведений. Эти сведения предоставляются в исключительных случаях. Если это непосредственно собственник в отношении него, могут быть представлены такой документ, либо доверитель. Если обращаются в отношении него органы ведомств и службы, в том числе это судебные запросы, прокуроры, прокуратуры, следствия, в том числе опека, если стоит вопрос о недееспособности, и предоставляется он исключительно, если это необходимо для исполнения их полномочий. Ну, то есть, если я захочу удовлетворить свое любопытство, например, какая собственность у моего соседа, то есть я такую справку не получу? Нет, если даже администрация захочет узнать, какая собственность у соседа, если она это правильно не обоснует, она получит отказ. Евгений Алексеевич, еще одна услуга, которая предоставляется Росреестром и указана на сайте для физических лиц, это выписка о переходе прав на объект недвижимости. Вот каждое слово по себе понятное, но когда оно в словосочетании, становится совсем непонятно. Вот что это такое, для чего это нужно и кто это может запросить? Давайте я вам расшифрую. Это есть объект права, например, здание. И в отношении здания можно узнать, в каких сделках оно участвовало. То есть у кого фактически оно было либо в пользовании, в аренде, в собственности и так далее. Под какими запретами и обременениями оно находится. Запросить, если в разделе физических лиц, это может только непосредственно собственник. А так, чтобы каждый запрашивал в отношении каждого объекта, что с ним было, это не дадут сделать. С стороны покупателя вы можете попросить собственника это сделать. А, все, поняла. То есть все равно это происходит перед тем, как купить или продать. В том числе, если вы будете запрашивать информацию о физическом лице, что у него стоит либо об объекте, собственник также об этом извещается. Он может попросить выписку о тех лицах, которые запрашивали в отношении него сведения. Все так же указывается. Поняла. Это примерно точно так же, как у автомобиля. Существует тоже некий паспорт, что с ним было, как происходило, но на базе ГИБДД. По большому счету, да. Понятненько. Еще одна услуга – это выписка из ЕГРН о содержании правоустанавливающих документов. Но это, по всей вероятности, тоже, наверное, не собственник, а скорее всего, либо суды, либо... Здесь собственник, смотрите, это непосредственно, когда человек, например, построил дом, он собрал на него технический паспорт, он собрал на него разрешение, постановление, все письма, пришел в органы государственной регистрации, зарегистрировал на него право, там решил его продать, потом тот решил его подарить. И в деле правоустанавливающих документов лежит полностью шитый архив тех документов, которые были. Вот это как раз выписка о том, запрашивается материал всего этого дела. То есть на протяжении какого-то времени какой-то документ мог у собственника потеряться, и, по сути, он может запросить выписку и его восстановить. Да, только собственник, либо, опять же, органы. А это все платные услуги или бесплатные? Это услуги все платные, и бесплатные являются только выписка, раньше называлась правка, сейчас выписка о кадастровой стоимости, она бесплатно выдается. Есть приказ Минэкономразвития 291, в приложении 1 указана стоимость услуг на предоставление всех выписок, которые может выдавать Росреестр, все услуги в электронном виде, в том числе на бумажном носителе. Стоит отметить, что сейчас электронные носители, они достаточно хороший оборот набирают в предоставлении услуг в электронном виде, а более того, они намного удобнее и дешевле, нежели чем на бумажном носителе. Ну, тут опять же нужно куда-то пойти, в территориальное отделение, либо в МФЦ, ты все равно какое-то время теряешь. Ну да, там какой-то талон, очередь, а сейчас, если у вас есть личный кабинет, вы можете там непосредственно выписки напрямую заказывать. Если личного кабинета нет, то вы через портал Росреестр обращаетесь, заполняете форму, указываете почтовый адрес, на него приходит УИН налоговый, оплачиваете пошлину, и выписка приходит вам на почту. Сколько времени уходит на это? То есть, я так понимаю, нужно получить сначала квитанцию, оплатить и только потом отправиться. Квитанция приходит на почту, то есть есть много сервисов, тот же самый Занятый Сбербанк онлайн, к примеру, моментально, в течение двух часов он пополняется. А, ну то есть это моментально приходит? Да, все очень-очень быстро. А скажите, цена на эти услуги, она действует на территории всей России, либо у каждого региона или субъекта? Нет, приказ Минэкономики, поэтому действует на территории всей Российской Федерации. Они везде одинаковые. Да, конечно. Понятно. Скажите, вот раньше на объекты недвижимости выдавалось свидетельство. Сейчас оно отмнено, и достаточно только выписки из ЕГРН. А вот в связи с этим не участились ли обращения, связанные с какими-то мошенничествами в плане продажи недвижимости? Наоборот, они даже снизились. Вот как. Да. Смотрите, когда раньше были свидетельства синие и голубые, в 90-е годы, их выписывали, подделали как угодно. После того, как в 1998 году начало уже управление выдавать, эти бланки свидетельств, их стало тоже очень много, люди их теряли, потом их находили, они задваивались, и была путаница. В том числе не всегда честные граждане приносили второй экземпляр этого свидетельства, свой собственный, на погашение. То есть он приходит на сделку, потом купли-продажу, все что угодно, либо прекращается объект права, например, дом снес свой. И свидетельства не приносят для того, чтобы в нем поставили штамп о погашении. А потом он мог этим свидетельствам где-то манипулировать, показывать его, выходить, вводить в заблуждение граждан. В настоящее время выписка, она действительно на момент ее предоставления, она нужна для того, чтобы подтвердить. В выписке указаны общие сведения непосредственно об объекте недвижимости, ее кадастровый номер, основные характеристики, и в том числе указан собственник этого земельного участка, допустим, объекта права. Понятно. Мы продолжим разговор через некоторое время. Не переключайтесь, реклама пройдет очень быстро. Я приветствую тех, кто к нам только что присоединился. В эфире программа «Открытый диалог». И сегодня мы говорим о том, как получить выписку из ИГРН, что такое кадастровый план, для чего он нужен и как его получить. У нас в гостях Евгений Алексеевич Матуни, начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав управления Росреестра по Московской области. Что такое кадастровый план, для чего он нужен и как его получить? Давайте начнем с самого элементарного. Что такое кадастровый план? Раньше это называлось кадастровый план, кадастровый паспорт, сейчас это называется выписка из ИГРН. Он выдается только на земельные участки, либо это как-то связано с квартирами тоже? Он выдается на все объекты права, сведения которых имеются в ИГРН. Это будет квартира, здание, гараж, земельный участок, сооружение и так далее. Если он учтенный, им есть зарегистрированы на нем сведения, либо сведения о правах на нем, тогда можно получить безусловно кадастровый выписку из ИГРН. А он для чего нужен? Он опять же для того, чтобы продать, купить объект недвижимости? Если говорить простым языком, у каждого есть паспорт гражданина Российской Федерации, есть паспорт ветеринара для животных. Даже у дерева есть паспорт. Даже у дерева есть паспорт. И, соответственно, такой же паспорт есть у земельного участка, у здания, сооружения. Чтобы узнать, что это за объект, его уникальный номер и кому он принадлежит. В том числе, это необходимо для системы налогообложения. Ну вот если с гаражом квартиры более-менее понятно, там чертеж квартиры, сколько комнаты, какие комнаты, то вот с земельными участками дело обстоит гораздо сложнее. Поясню свой вопрос. Смотрите, раньше кадастровый план был от руки рисованный. То сейчас до конца года этого необходимо получить данный паспорт в электронном виде. Вот чтобы в электронном виде топографические границы участка были. Для чего это нужно? И почему такие у нас короткие сроки остались? Ну, в электронном виде не обязательно их делать. А топографическую съемку для чего заставляют делать? Смотрите, очень много людей, граждан путают понятия. Топографическая съемка, координирование объекта, межевание. Это все связано операцией с измерением, со съемками, и они все нужны для разных целей. Здесь у нас сведения значатся в управлении Росреестра о границах земельного участка и его местоположения. То есть нам необходимо, как держателю эта информация, иметь сведения о координатах этого земельного участка. То есть где он физически расположен. Очень много земельных участков по адресу Московскую область, либо Московскую область, Можайский район. А где этот участок, найти его фактически невозможно. Ну вот смотрите, допустим, приходит топограф, картограф, как его правильно назвать? Кадастровый инженер. Кадастровый инженер. Вот он пришел на участок, там забил колышки по тому участку, на котором находится. По сути, он ведь то же самое измерит, что есть. Погрешность? Не совсем. Раньше... А что будет погрешность? Погрешность, может быть, квадратура участка не такая? Там больше или меньше? Кадастровый инженер. Выполняет работу свою. Использует специальное оборудование и знание познания. Он меряет не колышки, он меряет, он замеряет при помощи спутника координаты местонахождения фактического земельного участка и определяет его фактическую площадь и фактическое местоположение. Если мы берем тот же самый СНТ, у них есть генеральный план застройки, то есть гемплана СНТ, в котором указаны расположения и нумерации земельных участков. Очень часто бывает такое, что не совпадает либо площадь в СНТ, либо местоположение физическое, участка. Скажите, я так понимаю, зачастую будут не совпадать рисованный план и топографический. А вот как быть, если по топографическому получится, что, например, мой участок заезжает на территорию соседнего, а у соседа там уже какая-то стоит постройка? Что при этом нужно делать? Когда человек определяет местоположение границ, своего участка, он приглашает кадастровый инженер на выполнение кадастровых работ, в ходе которых может быть установлено как раз такое большое недоразумение. Здесь может быть несколько развитий вариантов. Возможно, границы земельного участка соседнего соседа вашего определены неверно. В таком случае имеет место реестровая ошибка, где кадастровый инженер, предыдущий, когда мерил, он допустил ошибку в расчетах координат и сведения внес в ГКН кадастр недвижимости с ошибкой. Тогда подается заявление в исправлении реестровой ошибки, и его участок в координатах смещается. Если там самовольное занятие участком, что предусмотрено 7.1 КОАП, то здесь уже только либо человеческое разрешение для этого конфликта с соседем, соседей между собой, либо уже через суд, если компромиссы найти не могут, только в судебном порядке. Как правило, это устанавливается землестроительная экспертиза, выявляется запользованная территория, и кому она должна принадлежать, исходя из правоустановящих документов, которые были ранее, либо имеются в настоящее время. Есть земельный участок, она непосредственно как поверхность земной коры. Это непосредственно, где мы живем, что мы делаем, на чем мы строим. А есть земельный участок как объект права. И координаты земельного участка заправляются как за объектом права. Это его конфигурация и площадь. А фактически, что мы на них строим, это нужно разделять. То есть, в любом случае, если проводить межевание, проводить топографическую съемку, вызывать кадастрового инженера, это лучше все-таки не одному, а все-таки с соседями вкупе. Предусмотрено законом вполне комплексных кадастровых работ. Это, на мой взгляд, очень актуально для СНТ в целом. То есть, никогда каждый собственник вызывает себе инженера, чтобы что-то оформить. Они принимают решение на собрание в выполнении комплексных кадастровых работах. Кадастровый инженер выходит в этот самый СНТ. Он ставит также на учет все постройки здания строения, все газопроводы, все места общего пользования, детские площадки. И СНТ встает в своих границах со своими дорогами, со своими площадками для твердых бытовых отходов, со всеми границами участков, с их домами, сооружениями, вспомогателями и так далее. И здесь сразу решаются вопросы все по пользованию земельными участками, все споры, которые могли быть между соседями, все возможные системы налогообложения, фискальные органы довольны, все заявители, которые имеют специальные льготы, они заявляют об этом, и уже так таково споры земельного участка, либо вопроса, кто мог украсть дорогу в этом СНТ, его уже больше стоять не может. Понятно. Но теперь самый интересный вопрос, а где же найти этого кадастрового инженера? Он в штате Росреестра, либо это какие-то отдельные организации? Кадастровые инженеры, они в настоящее время осуществляют свою деятельность по всей территории Российской Федерации, они не состоят на службе в управлении Росреестра, это достаточно свободные граждане, у них есть определенное знание познания в этой области, что подверждается аттестационным, квалификационным аттестатом. Они состоят в СРО. СРО их обеспечивает своевременным обучением, контролем, надзором над кадастровыми инженерами, и также ведет реестр кадастровых инженеров, в том числе смотрит рейтинг их работы. А у Росреестра есть перечень либо этих СРО, либо этих кадастровых инженеров? На сайте есть также на сайте Росреестра присутствует рейтинг кадастровых инженеров. Он складывается из количества обращений кадастрового инженера в органы кадастрового учета регистрации и прав, сколько у него было приостановок, сколько у него было отказов по его делам, из общего количества дел. Ну и еще такой вопрос актуальный. стоимость данных услуг, она постоянная либо в зависимости от аппетита кадастрового инженера зависит? Органы Росреестра это не регулирует, потому что это фактически частная деятельность и здесь это рынок. то есть как кадастр инженера оценивает свою работу либо как он в дальнейшем договорится с своим конечным потребителем. Ну то есть в любом случае прежде чем вызывать кадастрового инженера нужно посмотреть на его рейтинг, примерно посмотреть сколько стоит цена на рынке, ну чтобы иметь представление. Где-то это может быть хороший друг посоветовал, который это уже делал, где-то это может быть действительно рейтинг поможет, либо газета местная, либо это какой-то из спусковиков. Кадастровых инженеров достаточно много в Москве и в Московской области. Здесь в зависимости от качества работы, которые нужно делать. Например, если работу можно проводить разными способами, есть подход, когда непосредственно нужно выйти на участок либо в поле померить что-то, где-то это можно сделать камерально. А как это? То есть я почему-то была уверена, что кадастровый инженер должен обязательно прийти, вбить эти самые колышки, запустить квадрокоптер и посмотреть сверху. Нет, не совсем так. Например, если мы меряем и ставим кадастровый учет землелесного фонда, то там фактически идет работа с лесными планшетами. И обойти какую-нибудь лесничество площадью в 500 гектар кадастровый инженер физически это не сделает. То есть садовому товариществу это не грозит камерально? Камерально это не грозит. Понятно. Евгений Алексеевич, спасибо огромное за то, что вы нашли время и пришли к нам в студию. Я напоминаю, в программе «Открытый диалог» у нас был Евгений Алексеевич Матунин, начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав управления Росреестр по Московской области. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин